То ли два месяца, то ли два столетия, да? Так, я всегда представлялся Биллом Блейком, но одна подруга из Донецка обозвала меня диванным миротворцем, поэтому приходится менять амплуа. Я не буксир, не броненосец, не зверобой, не птичий горец, не Джонни Депп, не огнеборец, я лишь диванный миротворец. Не тот, кто выпил воду в кране, не лист, прилипший к попе в бане, не саранчанин на бурьяне, я миротворец на диване. Но люди гневно хмурят брови, что, дескать, я не нюхал крови. Ну ладно, режьтесь на здоровье, а мы с котом пойдем пить кофе. Ну а потом в татарский рай, где будут гурии и чай. Коль уж о политате речь, то вот два таких простых. Женщина слепо листает ютуб, нервно кусает, обветрилась губ. Только не думать, сердце надрыв. Сын стал большим, у сына призыв. Кровью с экрана сочится апрель, Други стучит по карнизу апрель. Прав был отец, мысль черней. Миру не верь, рожай дочерей. Мотивирующий стишок. Аппатит, знаете, что такое? Ну, минерал такой, камень. Город такой. Да, и город такой, в честь минерала. Я не умру от рака легких. Все меньше старость мне грозит. Моим костям валяться долго и превращаться в аппатит. Потом приедут экскурсанты, и кто-то камень подберет. Я буду в глубине серванта пыль собирать за годом год. А может, окажусь в музее для скуки взрослых и детей. Смотрите, а какие звери, когда-то жили на земле. И на рассвете старый сторож закончит свой ночной оплыв. Притащит водоросли в ворох, на завтрак устрицу открыв. Он скажет мне, чё, бедный череп? Лежишь, глядиешь, мой древний друг. Ты тоже ведь во что-то верил? Хотел прожить без лишних мук. Молчиешь. Что ко мне наши беды? Война да мир тебе кинул. Хоть ты со мной и побеседуй. А впрочем, поздно. Все равно. Он смолкнет. Трут ручонки боги. Им сладостен живых испуг. Сирены ядерной тревоги. Разрежет души ультразвук. А дальше будем ждать мы тихо. Взорвавшегося солнца крат. Товарищ мой из Малахита. И я. Горсть гипса. Да фосфат. Мотивирует? Ну, камнями быть не так уж плохо. А, ну, эта песенка. Ты поверь скорее солнцу, Что большой войны не будет. Постреляют и забудут. Веришь или нет. Веришь мне или нет. Я тебе, конечно, верю. Набираю в банке воду. А еще прогноз погоды. Обещал к июлю снег. Да-да, целый снег. А потом наступит лето. Было птички тут кружиться. И захочется всем житься. Веришь или нет. Веришь или нет. Я тебе, конечно, верю. Мы проверили подвалы. Запасли еды мало-мало. Спрятали в секрет. Маленький секрет. А потом зима примчится. На санях с ней новый вирус. Обещая ей миру-миру. Веришь или нет. Веришь ему или нет. А ему я не поверю. Ладно, был бы астероид. Хоть зеленый гуманоид. Но чтоб миру-мир. Ну вот. Так я развеселил, да? Обещанный комплимент для Лей-сана. Лей-сан влюблена в Италию. Но он немного затянутый. Ты будешь снимать. В 1933 году Эта святая троица Есенин, Маяковский и Цветаева Отправилась в Европу. Все они были уже увенчаны славой И причлены медными трубами. Все были состоявшимися литераторами С бесконечными рядами шкафов Заполнены скелетами. Как писала Татьяна Яковлева Они ворвались в размеренную богемную жизнь Парижа Как монголы Дикие и необузданные. Хеменгвейт собирался стрелять с этим гумным Маяковским Пикассо Пытался похитить Марину Ивановну Владимир Завел интрижку с Сильвией Бич Сергей женился На зло друзьям На Софье Толстой У наследующей диспотечность деда Конечно он долго не выдержал Своим свободолюбивым характером И сбежал В Биориц К Марине Они уехали с мрачного Бискайского побережья в Италию К флорентийским лилиям И аве полной благодати Над закатом Физоли Что так напоминали Марине Об Анне Ахматовой О подаренном ее стихотворении Обы гремучем романе Из ревности и восхищения На жгучи белых скалах Лесбоса К праздному счастью капри Русского ковчега И непотопляемого философского парохода К щекочущим нервы Гипсовым фигурам в помпеях Застывшим в вечном ужасе Перед слабым отражением Того апокалипсиса Которым обернется рождение 20 века Как у сардинских теноры Сложенных титанами нурагах И просто есть сыр и пить вино На Рождество их пригласил Знакомый Маяковского по поездке в Мексику Полковник Батлер Эймс Все вместе они замечательно Судя по письму Марины Ахматовой Встретили праздник Накупленной американской вилле Больбельной луне Сереженко смотрел серые волны озера И что-то говорил Как будто о моих предплечьях О вене в моей руке А оказалось О вене моей руки Наутро Сергей Александрович Уехал в Венецию И через два дня 28 декабря 1933 года Застрелился в номере Лунобальоне В его предсмертной записке Было одно стихотворение Подавись ты своей земляникою Волос твой не медвенная рожь Ты, собака, больная и дикая С парыньи сеешь черную ложь И перчатки твои перепутаны И шаги твои грохот камней На какую же выменял суку я Знойнокожую лань шаганэ Смерть друга и поклонника Тяжело сказалось на Марине Ивановне Она в сердцах проклевала Владимира И умчалась в Париж к мужу Резиденту департамента внутренней разведки Сергея Ефрону Маяковский взорвался Что проклинаешь Как папа Германия За интердиктом анафема Выжгла мне душу Чудящим пожарищем И плачем своим Покудрявому Мне ли громади Кому быть соперником Мне ли кудавке Примериться шею В цепи к тебе Как когда-то Коперника И провертеть Галилеева Он связался с бойцами другого поэта Габриэля Данунцо Знаешь такого? Ну ладно Выступал на митингах Захватывал мэрии И как результат Весной его нашли Повешеным на цветущей На цветущей яблони в Бергаму Теперь Марина Раскоялась В разрыве С Маяковским На границу Мошествия Она стала навещать Могилу любимых Собирая там стебель И ягоду Ее часто видели Бестельно бродящий То по Монмартру То по Замоскворечью Затем она решила Проехаться по России В последний день Холодного лета Тридцать пятого года Марина Цветаева Бросилась под поезд На глухой Приверской станции При осмотре В кармане ее пальто Было найдено Написанное на полях Газеты стихотворение Нагадала волжанка Мне Черная Зачерпнута Изумота Чертуля Не завесь Горько губа Рябинушкой Причастись Доступай Под осинушку Полтыно греша Да по грошуку Так и стерла Две глыбы Я В крошула Дурой-дурой жила Дурой кончила Как и удушка Из креочи Из книги Заката империи В зеркалах культуры Рафл Венчур Краков А на что Паника Твёрзмены Исторические Ну Это было В параллельной реальности Есенин же Валгитерии погиб Погиб Есенин застрелился Венеции Это В нашей Искаженной реальности Есенин погиб По милитария Конечно Так Тиме я обещал Про соду Да Про соду Вчера приснился Сон чудесный Сгорела сода Кебеня Состав расплавился Железный Директора Спеклись к хуям Жирок задув В угле копал Трещали яйца И глаза Сынки В соплях Папашу Падлу Развальцевали В плинтуса Потом Рвались На флаг Британские Бляди Потом Пришел Пиздец Блядя Как тараканы